В кафедре нашей уже больше 55 лет мы традиционно занимались промышленным электроприводом, то есть из названия кафедры «Электропривод-Аптоматизация промышленных устроевок» следует области наших интересов. Если что-то будет непонятное, я буду переводить на нашу степень. Но последние тенденции развития электроники, компьютерной техники, конечно, внесло свой акцент. Мы кроме традиционного промышленного электропривода, конечно же, тут и большой вклад Владимира Филипповича занимаемся, и робототехникой, и управлением шаговыми двигателями, и интеллектуальным управлением зданием, сервоприводами. Область интересов совершенно разнообразная, широкая и охватывает практически все сферы автоматизации. Электропромышленность. Электропривод без автоматизации не существует и автоматизации без электропривода не существует. Мы проведем экскурсию, покажем в нашей лаборатории. Вы представите, чем мы занимаемся. Вот по поводу сотрудничества с французскими вузами. После того, как Владимир Филиппович заключил договор о сотрудничестве, серьезный договор о сотрудничестве, это где-то лет пять назад, да, было? Ну, с восьмого. С восьмого года. А, ну уже даже... Семь. Ну, с пару лет будет десять лет. Да, да. Вначале у нас был просто французский технический факультет. Ребята изучали язык, но выхода такого качественного на тот уровень... Резкого такого не было. Специальный лексик. Да. А лет семь назад, вот благодаря усилиям Владимира Филипповича, мы заключили договор о сотрудничестве с двумя вузами. Появился активный профессор, который начал регулярно приезжать из Франции сюда, к нам. Мы его видели, мы его встречали и с ним работали где-то раза три в семестр. То есть за полгода, шесть лет, шесть раз в году он приезжал в общей сложности, это полтора-два месяца, наверное, он проводил. Особенно вот первые... Не меньше. Да. Это какой университет был в Франции? Он представлял университет сначала Версаля, а потом Серджи Контуаза. А, понятно. Эти два. Сейчас он перешел в университет в Нанси. В Нанси. Да. И благодаря, конечно, активной работе и Патрика Энафа, Владимира Филипповича и его аспирантов, у нас довольно-таки плодотворная работа сложилась. То есть, ребята, во-первых, аспиранты получили регулярные стажировки во Франции, в университетах, в лабораториях Франции. Да. Наши ребята-магистры начали регулярные стажировки проходить именно по магистрским программам. И защита, и защита работ магистрских во Франции с предоставлением диплома, да. Это возможно сейчас? Да, сейчас последний поехали. Закончился срок, три года. Да. То есть, у нас программа «Магистр» работала, в 2019 году была заключена этот договор по струничеству на три года. Вот сейчас он заканчивается. Заканчивается. Последние ребята поехали. В результате вот каждый год у нас несколько человек защищали магистрские работы там во Франции. Здесь мы транслировали онлайн эти защиты. То есть, они одновременно и здесь, и там. Да. Наши коллеги участвовали в работе комиссии по защите. И, соответственно, там во Франции. То есть, мы будем в лаборатории в 105, и там покажем. Прямо в режиме, да. Дальше два аспиранта Владимира Филипповича. Аспиранта. То есть, защитили именно докторанты. Да. Защитили диссертации. Один в Версале, Хоменко. Второй в университете Сергея Пантуаса. Да. И, конечно, благодаря как раз этому сотрудничеству у нас открылась лаборатория робототехники. Мы тоже, как раз и продемонстрируем. Да. В которой сейчас это оборудование у нас находится. Ребята его используют в своих научных исследованиях. Жизнь продолжается. Ребята, ну, сейчас вот, когда мы спустимся, все видите, они ходят на занятия, работают. Даже, ну, вот эта научно-исследовательская работа, мы стараемся, чтобы уже с третьего курса ребята в нее были вовлечены. Ну, конечно, мы видим по уровню, они еще, может быть, не всегда готовы с третьего курса. Поэтому четвертый, пятый. Четвертый. То есть вот так, чтобы к магистратуре они могли самостоятельно начинать свои уже исследования. Ну, это традиционно так и было, потому что, действительно, на первом-втором курсе у них идет еще базовая подготовка. Слаб еще. Да, они еще не готовы, потому что реально уровень техники повышается, усложняется, и просто они не в состоянии вот эти исследования, да, проводить. И следующий договор будет или нет? Значит, договора составлены и переданы французской стороне еще в прошлом году, да. То есть из-за того, что мы, Донецкая Республика, пока не признаны, эти договора лежат на стороне. Значит, что это будет? То есть мы, получается, готовы дальше работать? Мы готовы официально к работе, но французское правительство... Забачок там может быть. Забачок. 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 Ну, оно... Студенты есть, желающие есть. Да, да, да. Ребята активно учат французский язык, чтобы иметь возможность потом, ну, продолжать, допустим, обучение по Франции. Но... С первого курса. Семь часов языка в неделю. Да, это очень серьезно. Это правильно, это серьезно. Ну, тут эти трудности, о которых уже сказал Владимир Филиппович, связанные с легализацией нашего государства, псевдогосударства, не знаю, как это еще назвать, ну, непризнанности. Значит, мы не можем сформулировать, кто мы, и наши руководители тоже не можем. Нет, мы, Донецкий национальный технический учебник. Мы, как единица учебная, мы остаемся, да? На этом учебном случае. Вы, вероятно, знаете, что был приказ Министерства образования Украины о переводе нашего университета в Красноармейск. Да. Значит, туда уехала часть преподавателей, часть осталась, но то, что касается наших студентов, больше часть осталась здесь и отказалась. Да. Почему вы решили продолжать здесь? Почему продолжать? Да. Мы родились здесь, живем здесь, и мы патриоты. Да, я уже знаю ответ, но... Не, ну, потому что, если вот относиться именно к работе качественно, что можно... Наверное, экономистов можно обучать в любом здании, да? Если есть... Компьютер, интернет, все. Экономистов можно родить. А технические специальности? Вот когда лаборатории? Как можно без лаборатории вообще готовить технических специалистов? Это невозможно. Ну, вот, когда мы спустимся вниз от лаборатории, вы поймете, это... Это просто, чтобы часть оборудования перенести с одной лаборатории на другой этаж. Это займет, наверное, несколько дней. Да. А настройка еще... А наладка, да. Введение в эксплуатацию... А перевод в другой город и на... Да, да, да. На площади, не соответствующей тому оборудованию, которое у нас... Всегда вообще... Просто захлопывайте все. Оно... Открывайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...